Впервые ленточку на входе в новое здание кардиожогового центра при 1-й городской больнице Щиты торжественно разрезали еще 6 лет назад. С тех пор срок запуска откладывали каждый год. Сюда в пресс-туры водили журналистов и проверяющих из Москвы, а вот до пациентов очередь никак не доходила. Последние ютились в переполненных палатах и в коридорах ожогового отделения 1-й городской больницы. Помогите! Ситуацию, доведенную до абсурда, уверен депутат Госдумы от Забайкаля Николай Говорин, удалось переломить только с приездом министра здравоохранения России Вероники Скворцовой в Читу в июне 2016 года. Она, на мой взгляд, прониклась этой ситуацией, этой проблемой Забайкальского края, дала согласие на приезд. Мне кажется, что вот такое удачное стечение обстоятельства было вот тем мощным стимулом, которое позволило вот эти сделать очень сложные шаги. Правда, на устранение последних недочетов с кондиционированием и вентиляцией, а также других работ не хватало миллионов. Причем в центр уже было вложено почти полмиллиарда рублей. Ради скорейшего запуска объекта под личную ответственность министра здравоохранения Сергея Давыдова, один из региональных застройщиков согласился взять кредит. Я уговорил Виктора Алексеевича Лопатина под свою ответственность, именно чтобы он занялся ремонтом, строительством здесь вот именно до конца доделать кардио-ожоговый центр. И он пошел на это, и за час до окончания аукциона он звонил мне и говорил, Сергей Олегович, ну что, запускаем? Я говорю, давайте запускаем, потому что я привел ему два банка, с которыми он работал, чтобы взять кредиты. Ночи напролеты и в сроки уложились. 1 сентября готовое здание осмотрела губернатор Наталья Жданова. На шестом этаже – ожоговое отделение, реанимация, на пятом – лечение органов кровообращения, на четвертом – кардиология, на третьем – интенсивная терапия. Всего около 170 койко-мест. Все операционные залы отвечают стандартам – антистатические полы и специальные медицинские потолки. Всего на закупку медтехники для кардио-ожогового ушло около 100 миллионов рублей. Многолетние ожидания, нынче этому корпусу исполнится 13 лет, на 13 – это счастливое число идут. Стало символичнее. Да, символичнее. Ну, думаю, что те усилия, которые здесь приложили строители, они отзывутся добрыми делами через руки медиков на здоровье запраканских. И вчера, ну, честно сказать, все равно знала, что в графике идем, все равно сроки помнила, практически сентября помнила, но сижу тихо, думаю. И вдруг раздается звонок Михаила Константиновича, до этого Анатолия Георгиевича, не прорвался, правда. Поздравляю, говорит, акт ввода готовности. Виктор Алексеевич, если бы вы в эту минуту вызвали, или Михаил Константинович просто кинулся на шею, честное слово. Это вот событие на самом деле историческое. Поэтому разрешите, уважаемый Виктор Алексеевич, торжественное разрешение на возобъекта в эксплуатацию. Виктор Алексеевич. И по заявлению региональных властей, и на этот раз уже окончательно, торжественное открытие кардио-ожогового центра состоится 21 сентября. За медицинской помощью пациенты сюда смогут обратиться 1 октября. Екатерина Гаврилова, Валерия Квашнина, Сергей Мозор, ЗАП-ТВ. Продолжение следует...